Я не жду никаких неожиданностей. Я думаю, что слова могут быть разные, использованы для того, чтобы, ну, может быть, это можно считать, что для того, чтобы упаковать в какую-то хорошую вкусную оболочку эту горькую пилюлю, что Украину в НАТО никто не примет. Здесь есть еще очень опасная формулировка, которую хотелось бы, конечно, уточнить, но я не верю в то, что она может быть уточнена. Когда говорят о том, что Украина будет принята в НАТО после окончания войны, то это крайне лукавая формула, потому что, а что такое окончание войны? Значит, даже если Украина вытеснит российские войска за пределы своей территории, то Путин эту войну не прекратит. И война будет продолжаться столько, сколько захочет Путин. И в этом случае ключи от двери в НАТО вручаются в руки Путину. Поэтому хотелось бы, конечно, уточнить, например, формулировка могла бы быть такой, что после освобождения своей территории, вот это, то есть когда врага нет на территории Украины, вот им можно вступать в НАТО, да, все, вот, пожалуйста, размещайтесь на территории, на которой нет войны. Это было бы логично. Может быть, это является целью, но тогда надо на этом сконцентрироваться. И опять-таки сломать вот этот порочный запрет, надо переносить войну на территорию России. Это для меня совершенно очевидно. Вот запрет на эти шаги мне представляется очень опасным. Вот в этом направлении, но для этого не надо вступать в НАТО. Пожалуйста, ломиться в эти закрытые двери бесполезно. Да, надо, надо стучаться, надо. Это все понятно, я не собираюсь там, тем более я гражданин страны-агрессии, и давать там какие-то советы украинской дипломатии бесполезно, не нужно и неприлично для меня. Мне совершенно очевидно, что для того, чтобы все-таки помочь Украине, сейчас надо сломать вот эти вот установки, порочные о недопустимости переноса войны на территорию России и, безусловно, запрет на удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Вот эти, это надо просто сломать. И очень важно еще обстоятельство, это то, что условием приема в НАТО должно быть просто освобождение территории, а не прекращение войны. Потому что войну, Путин может начать войну с кем угодно, это же не означает, что эти страны надо исключать из НАТО. Нет, конечно. Продолжение следует...